Радио 54 Театральному Новосибирску мы увидим такие вот интересные кадры-хроники, которые посвящены и строительству оперного театра. Это будут и кусочки интервью, например, заслуженной артисткой Зоей Булгаковой. И мы сможем увидеть интервью с Анной Пакитченко. Ну и такой вот вишенкой на торте будет выступление Валентины Широниной. Это артистка. Ее, кстати, многие ждут очень. Да, безусловно. Это правда. А с 18.30 и до скольки? Примерно до 20.00. Но так как финалом встречи будет чашечка чая, за которой мы обсудим, вообще сможем поделиться эмоциями, которые накопились вот в ходе нашего мероприятия, то поэтому не исключено, что мы можем немножечко задержаться. Любовь, скажите, а что включает в себя детская программа? Детская программа – это музейный педагог, который в специальном детском зале у нас есть в музее, такой зал Кривощокова, рассказывает детям вот разные истории по истории Новосибирска, смотрит чаще всего такие вот интересные кадры в том числе, фотографии. Ну, такие вот занятия разноплановые там проходят. А как вы вообще собирали всю эту хронику? Откуда выбрали? Возможно, это были архивы? Безусловно. Здесь мы выражаем огромную благодарность Дому документального кино, Музею документального кино. Спасибо им большое за предоставленные материалы, потому что это уникальные вещи, на которые стоит посмотреть всем абсолютно. А какая, скажем так, самая старая хроника, которую можно будет там увидеть? Самая старая – это, конечно, 20-е годы. Новониколаевск, Новосибирск. Это очень интересно. Да, это очень интересно. Глубже можно копать, но это, конечно, сопряжено с определенными такими вот сложностями. Нужно искать ее по архивам, по российским архивам в том числе. К сожалению, у многих людей есть такое представление Михайловской набережной, что это очень красивое, конечно, место, там такое классное колесо. Но то, что там есть музей, об этом не все знают. Территориально где музей располагается? Музей находится у самой кромки Михайловской набережной, в преддверии парка «Городское начало». Он стоит прямо напротив памятника Александру Третьему, поэтому сориентироваться и найти его очень легко. Это какой-то двухэтажный кирпичный особнячок, который прямо вот выделяется на фоне всей набережной, поэтому приглашаем туда. Мы работаем со среды по воскресенье с 9 до 18, а в среду с 11 до 20.00. А сам синематограф на набережной до какого числа, как проект живет? Два раза в месяц мы его проводим. Это такая вот регулярная акция, регулярное мероприятие. Следующая состоится 19 февраля пока еще и будет посвящена Криминальному Новосибирску встреча. Ого, это уже очень интересно становится. Да, это будет очень интересно. А может быть небольшой спойлер, что ожидает нас? Да, небольшой спойлер, но посмотрим, чем славился Новосибирск в этом отношении в разные годы. Это опять-таки будут кадры хроники, во-первых, это будут интересные, увлекательные истории. И для того, чтобы визуализировать и вообще какие-то эмоции и чувства людям помочь прожить, мы часто стараемся такую театрализацию силами сотрудников внедрить в эти мероприятия. Однажды, например, мы устраивали показ дефиле в духе 50-х годов. То есть это были действительно фондовые платья и вещи. Мы так вот театрализировали, визуализировали такой новосибирский дом моделей. Будто бы стоял модельер оттуда и комментировал все происходящее на подиуме. То есть помимо кино можно будет еще погрузиться в эту атмосферу? Конечно. Мы стараемся погрузить людей для того, чтобы вот с чувством таким наполненным вышли. Здорово. Смотрите, что касательно театральной сферы, а вообще в чем была особенность, скажем так, того новосибирского? Можете как-то сформулировать хотя бы в тезисе? Ну, театр всегда любили в Новосибирске. Это правда, кстати. Да. Так как культура сложившаяся. Я знаю, что музей на набережной вообще постоянно очень активно находится деятельность. Они постоянно что-то придумывают, разрабатывают. Вообще музей Новосибирска большой в этом плане молодец. И последнее, что меня лично покорило, очень те нововведения, которые пытаются использовать и используют успешно очень музей Новосибирска, связанные с инновациями, с голограммами, с видео. Вот какие такие ходы нащупали вы на набережной? Может быть, есть какая-то визуализация в необычной подаче? Какое-то аудио совершенно неожиданное, как картинка, подаваемая в формате не общепринятом, а каком-то новом. Да, вот что-то такое будет? Значит, мы планируем, так как год посвящен Великой Победе, мы планируем открывать выставку. Будет называться она «Война. Точка коробка памяти». Это выставка, которая будет от первого лица погружать человека, пришедшего в эпоху, в Новосибирск, в годы войны. То есть вся выставка построена на воспоминаниях новосибирцев, живших здесь в те сложные годы. Это во-первых. Во-вторых, в рамках этой выставки будет проходить спектакль, который будет называться «Война. Монологи куклы». Все повествование будет вестись от лица куклы, которая когда-то принадлежала девочке. Сегодня это уже бабушка, может быть, этой бабушки уже нет в живых. И здесь будут главными такие уже музейные предметы, про которые будет такой вот рассказ. Такой интересный проект. Мы запускаем его, предположительно, в конце февраля, в начале марта. А когда вы, получается, формируете тему, у вас, я так понимаю, целая, скажем так, группа людей трудится над этим? Как вообще происходит этот процесс, скажем так? Конечно, мы придумываем темы. У нас есть научно-методический совет, на котором мы все собираемся, включая ученого секретаря музея, и обсуждаем вообще выигрышность этой темы, обсуждаем те источники и материалы, которые можно использовать при подготовке темы. Смотрим фонды, позволяет ли фонды музея этим заниматься. Может быть, какие-то партнеры находятся для того, чтобы расширить нашу выставку и экспозицию. Мы впервые выставку на набережной открыли в августе 2018 года. Это выставка «Мода из комода», которая пользовалась, на наш взгляд, необычайным спросом и интересом среди горожан, потому что там представлены подлинные вещи, которые... Которыми пользовались, которые носили когда-то сто лет назад. Ну, не только сто лет назад, потому что мы ее доводили по срокам до 50-х годов прошлого столетия. Ничего себе. Поэтому такие вот разные отрезки по десятилетиям моды были представлены. Такая вот очень интересная тема. Это знаете, как барахолки, например, в Берлине или в Париже проходят, да? Мне кажется, мы сделали реконструкцию в Новосибирске. Примерно так и есть. А был какой-то, может быть, проект уже из прошедших, который возможно возобновится, но вам лично любовь, вам лично так в душу запал, поскольку получилось очень интересно. Те, кто посетил эту историю, были тоже в восторге. Может быть, что-то есть из любимчиков из ваших? Ну, пока мы в музейной набережной не так много проектов осуществили. Ну, вот, по сути дела, мода из комода оказалась живучей, и сегодня еще кусочек этой экспозиции, она уже обновлена, и немножечко мы ее сократили, разместив в одном только зале, но она еще представлена, поэтому приглашаем всех желающих посмотреть. Я приду, я обязательно зайду в гости, да. А скажите, у вас есть, возможно, на памяти самый редкий экспонат, который доставался, возможно, не сам, ты, ну, запутался? Да, не так быстро получилось. Скажем так, не самым оригин... не самым простым способом, вот. Может быть, пришлось посылать туда не единожды почту России, и ты имеешь в виду, да? Ой, это, мне кажется, самая неприодаемая история. Ну, часто экспонаты попадают к нам от горожан путем работы Центра устной истории. О, есть такое? Есть такое, да. Это такой отдел в музее Новосибирска, который работает со старожилами нашего города. Поэтому, если у кого-то есть какие-то интересные истории о Новосибирске, милости просим, специалисты придут к вам в гости, и вы сможете поделиться ими. И вот специалисты Центра устной истории приносили вообще всяческие потрясающие вещи. Это и фотографии с историями, с легендами, на которые было иногда без слез невозможно смотреть, потому что это трогало по-настоящему и глубоко, ну и разные предметы, которые принадлежали семьям новосибирским. Вы упомянули очень интересную фразу «Старожилы нашего города». Кто это? Можете о них подробнее рассказать? Ну, это люди, да, уже такого старшего возраста, которые помнят Новосибирск, а бывает и... Которым есть что рассказать. Которым есть что рассказать. Которые могут восстановить вообще рост нашего города, вот буквально, наверное, по сантиметрам. Рассказывают какие-то о любимых двориках, о любимых домах, о том, как они проводили время. То есть, такие действительно уникальные истории.